Чтобы совершать механическую работу, нужны двигатели. В древности все двигатели были живыми. Сначала человек пользовался только своей мускульной силой, потом приручил лошадей и других крупных животных. На лошадях ездили, пахали землю, лошади откачивали воду из шахт и колодцев. Новая эпоха наступила с изобретением парового двигателя. Когда хозяин завода покупал двигатель, он спрашивал, сколько лошадей эта машина сможет заменить. Если двигатель заменял 10 лошадей, то говорили, что его мощность равна 10 лошадиным силам. Мощность показывает, какую работу может совершить двигатель за единицу времени. Говорят, что мощность двигателя равна 1 ватту, если он совершает работу в 1 джоуль за 1 секунду. Эта единица названа в честь Джеймса Уатта, шотландского изобретателя, внесшего много важных усовершенствований в конструкцию паровой машины. Эта небольшая электрическая лебедка предназначена для подъема грузов. Вал электродвигателя делает 25 оборотов в секунду. Чтобы груз поднимался вверх не слишком быстро, вращение вала передается на шкив большего диаметра с помощью кольцевой резинки. Нить наматывается на барабан этого шкива и поднимает груз. Вся эта система похожа на цепную передачу велосипеда. Этот груз весит 2,5 килограмма, то есть 25 ньютонов. Мы будем поднимать его на 60 сантиметров. Чтобы найти механическую работу по подъему груза, надо силу в 25 ньютонов умножить на перемещение в 0,6 метра. Получаем работу в 15 джоулей. Запустим двигатель. Груз медленно поднимается вверх. Стоп. Груз поднят наверх за 15 секунд. Чтобы найти мощность, разделим работу на время. 15 джоулей делим на 15 секунд. Получаем 1 джоуль в секунду. То есть 1 ватт. Мощность в 1 ватт? Это много или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, найдем мощность, которую развивает человек, поднимающийся вверх по лестнице. Пусть человек массой 80 килограммов поднимается на пятый этаж. Его вес равен 800 ньютонам, а высота подъема составляет 12 метров. Умножим 800 ньютонов на 12 метров. Получим механическую работу 9600 джоулей. Чтобы рассчитать мощность, надо знать время подъема. Если шагать быстро, можно подняться на пятый этаж за 40 секунд. Разделим работу 9600 джоулей на время в 40 секунд. И получим мощность 240 ватт. В 240 раз больше, чем у нашего двигателя. Мощность – это работа, деленная на время. Но работа – это сила, умноженная на путь. Путь, деленный на время – это скорость. Поэтому мощность – это сила, умноженная на скорость. Воспользуемся этой формулой для расчета мощности электровоза. Пусть электровоз тянет состав из 50 вагонов. И каждый вагон весит 60 тонн. Тогда весь состав весит 3000 тонн. То есть 3 миллиона килограммов. А если перевести в ньютоны, это будет 30 миллионов ньютонов. Сила тяги локомотива может доходить до 0,01 от веса состава. Что дает силу в 300 тысяч ньютонов. Мощность – это сила, умноженная на скорость. Если состав идет со скоростью 20 метров в секунду, развиваемая мощность равна 6 миллионам ватт. Именно такую мощность имеет грузовой электровоз ВЛ-80. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok